Дамы и господа, всем привет. Сегодня у нас странный выпуск, который я вообще не хотел бы делать. Он относится к неадекватным людям, но я буду снимать ролик не для них, потому что спорить с неадекватными это неадекватно. Он для нормальных людей чисто поражать. Он будет про психологию людей с татуировками, потому что... Ладно, об этом всём сейчас расскажу. Пока что перед просмотром подпишитесь на канал, поставьте лайк и начнём. В конце этого ролика будут результаты розыгрыша с шоппером, поэтому кто участвовал, смотрите до конца. В общем, с чего вообще начался весь этот кипиш с шизофрениками и татуированными людьми. Там с комментариев, не знаю, кто подписан на инстаграм, мог видеть, я выкладывал эту переписку в комментариях. Кстати, кто не подписан, зайдите по ссылочке внизу, подпишитесь на мой инстаграм. И мне стало интересно, насколько много таких неадекватных людей, которые так считают, и я решил загуглить это. Я по-разному, там разные запросы писал насчёт тату, шизофреники, всякое такое. И я, если честно, был немножко шокирован. Наверное, сайтов 15 про татуировки просмотрел, и где-то 10 из них были про то, что люди с татуировками какие-то неадекватные. Я, конечно, всё понимаю, что там было влияние какой-то там зэков с тюремной татуировкой, с этой культурой. Но это такой маленький период вообще истории татуировки, на самом деле, там буквально, не знаю, 30-40 лет, может там 50, там по максимуму. Что как-то это прям вплетать и ставить какой-то штамп на татуированных людях из-за этого короткого отрезка времени, это как-то неправильно. И, ну, не так сильно они там что-то повлияли. То есть и до этого были люди, которые делали татуировку, и после этого будут люди, которые будут делать татуировки. То есть это часть культуры, она, на самом деле, тоже была, как бы её отрицать нельзя. Но какое-то отношение ко всем из-за этого строить тоже, как бы, неправильно. Сейчас я хочу зачитать вам слова психолога насчёт татуированных людей и вообще, как бы, приметы татуированных. Я извиняюсь, это довольно много, но думаю, это интересно. По словам психолога, татуировка – классическое заменение чего-то, чего человеку не хватает. Девушке, которым кажется, что им не хватает привлекательности для противоположного пола, украшает себя цветочками, котиками, лепесточками. Для начала все мы смотрим какие-то там новости, там ещё что-то, какие-то ленты, инстаграмы листаем, смотрим YouTube тот же, где вы сейчас этот ролик видите. И можно заметить огромное количество красивых людей, вот на ваш вкус, которых у всех есть татуировки. То есть замещение своих недостатков татуировками – это есть, конечно, но это не показатель всех, как бы. А тут обязательно на всех этих сайтах всех обобщают, типа всех в одно звено кидают. Есть люди, допустим, у которых есть какие-то шрамы некрасивые, да, и они хотят его закрыть татуировкой. И при этом они считают это чем-то неадекватным. То есть когда у тебя есть, допустим, шрам, который, ну, тебе кажется некрасивым, типа, это не значит, что ты больной на голову. То есть это просто, ну, сделал ты на нём цветочек, типа, теперь шрама не видно, у тебя есть цветочек. Это считается неадекватным, нет? Дальше цитирую психолога. Иногда я замечаю, что клиенты делают тату на части тела, где это болезненно, например, на стопе. Скорее всего, они специально хотят причинить себе боль, то есть сама татуировка не имеет никакого смысла, имеет смысл действия, её нанесение. Для начала люди, которые вообще ищут в татуировках смысл, они уже неадекватные. То есть такой вот батл с психологом теперь получается. Татуировки делаются совсем не для того, чтобы тебе было больно. И по практике любых тату-студий в 90% случаев человек говорит, у меня больно, можно, пожалуйста, обезболивающее. То есть, но какое-то там желание принести себе боль уже не имеет смысла говорить, потому что человек просит обезболить, чтобы ему не было больно. Делают люди на разных местах не потому, что им хочется, чтобы ему было больно, а потому что, допустим, у нас к татухам относятся плохо в наших странах. И, допустим, на видных местах, где не так больно на самом деле, то есть руки, ноги, видные места считаются, и другие люди будут к ним плохо из-за этого относиться. И люди из-за того, что адекватные, они не хотят себя подвергать какой-то агрессии со стороны людей. И они хотят сделать на местах, как стопа, где люди не видят этой татуировки, чтобы просто обезопасить себя от неадекватов, которые на этих людей бросаются. И ничего в этом такого нету. Я уверен, конечно, что есть какие-то мазохисты, которые это делают, потому что им нравится более. Но, опять же, обобщать всех нельзя. И, допустим, из 100%, на моё мнение, где-то, наверное, полпроцента 100% это действительно мазохисты. И ещё один такой фактор от психолога – жажда внимания. То есть люди, которые делают себе татуировки, они жаждут внимания со стороны окружающих. Не знаю, может это и так в каких-то, опять же, моментах, то есть как бы отрицать вообще этот факт глупо, но при этом я лично не знаю вообще ни одного такого человека. Хотя я знаю огромное количество татуированных людей, ну, там, больше 10 тысяч точно. Все делают, чтобы просто было, то есть там, не знаю, по-рук-н-рольному там угорить как-то, просто по приколу, там, просто потому что нравится, там, красиво это. Никто не делает, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что это внимание, оно не положительное в ту сторону. То есть оно положительное от людей, которые хорошо относятся, но при этом люди, которые нормально к этому относятся, они в основном, ну, тоже с татуировками. А у нас, как бы, в нашей общине татуировочной не принято друг на друга пыриться. И люди, которые прям, ну, проявляют внимание к татуированным людям, это люди, которые в основном негативно к ним настроены. То есть они смотрят такие, ох, вот наделали себе там всякой гадости. И, то есть, такого внимания вообще никто к себе, ну, не может хотеть. То есть это не то внимание, что человек хочет, даже если ему там нужно внимание какое-то. И, ну, тоже, как бы, отпадает, как по мне, вот эта вот претензия психолога к татуированным, потому что, ну, просто она бредовая. Сейчас хочу вам рассказать, как я влюбился в татуировки вообще. И можете потом мне в комментариях поставить диагноз, больной она голову или нет. В самых мелких лет, не знаю, там, лет с пяти, наверное, я бегал по улице там с палкой и наплетал всяких взрослых, у которых были какие-то напарюшки. Тогда, как бы, все было развито довольно плохо и чего-то качественного увидеть было почти невозможно. Мне нравились все эти якорьки маленькие, набитые, такие старые, поплывшие. Там надписи, там, Одесса или, там, Кавказ, там, такие какие-то армейские. Не знаю, мне смотрелось, то есть я не воспринимал это как что-то плохое или хорошее. Я просто смотрел, и мне, ну, как это выглядит, мне всегда нравилось. То есть это такая, как изюминка у человека. То есть обычный себе дядька сидит там, что-то, не знаю, там, мотор какой-то перебирает во дворе. И у него там прикольная такая татуха. То есть просто такая изюминка у человека. То есть никаких в этом, там, отношений к каким-то кастам я, там, не наблюдал, но, естественно, там, 5 лет, там, что я там мог думать себе. И, собственно, с тех самых пор я это начал воспринимать просто как изюминку у любого человека. То есть неважно, она хорошая, плохая, просто как подчеркивание там чего-то там. И когда я стал постарше, у меня начали там сверстники, там, буквально, не знаю, мне было там лет 14, у меня там у сверстников уже там появились какие-то татухи уже там поприкольнее, чем у этих дедушек. И мне начало это все больше и больше нравиться. Я начал там смотреть всякие там паблики, где постили людей, которые делают татухи, там, всякие работы, эскизы. Ну, задумываться, сделать себе я не задумывался. То есть если я просто жил, и в один прекрасный момент пришел мой друг и говорит, вот я иду делать себе татуху, можешь пойти посмотреть. Но я пошел, потому что мне было просто интересно. Ну и там случайно за 40 гривен я сделал себе, или за 30, не помню, что-то такое, сделал себе свою первую татуху. То есть у меня это не было каким-то, типа, решением там или еще чем-то. Я просто пошел как бы поугарать, и по итогу случайно так угорел, что сделал себе. И по итогу она была ужасная, я ее перекрывал, и как-то потом я смотрел на одну руку, думаю, а почему на этой нету, сделал на эту. И оно как-то все так пошло, а потом я думаю, о, мне это нравится, почему бы не стать татуировщиком. И вот так вот я в это влился. Я, если честно, никогда про татуировки даже не думал с каким-то там смыслом, типа, вот они-то в моей жизни там поменяли что-то, или там я их сделал, и там что-то изменилось. То есть это вот чисто вот рок-н-ролльная такая вот фигня, которая, ну не знаю, чисто для прикола вот я это сделал. Вот не было у меня никаких задач, там, не знаю, что-то украсить, или там, как тоже психологи пишут, там, мне нравится мое тело. Мне мое тело нравится, и ничего я там татухами не украшал. Просто, не знаю, просто вот мне нравится, и все. Можете пока поставить мне диагноз в комментарии, а мы переходим к концу этого ролика, к результатам розыгрыша Шопера. Так, итак, розыгрыш. Выбираем победителя, копируем ссылочку на видос, вставляем в рандомайзер. Итак, всем удачи. Нажимаю, поехали. И... Побеждает Данил Свиридов с комментарием. Мерч классный, удачи в раскрутке. Если что, пиши ссылочкой на инстаграм или здесь. Все, победитель у нас выбран. Всем спасибо за участие. Кто хочет, может перейти по ссылочке в описании, просто купить мерча, кому не повезло. А сегодня Данил Свиридов победил. Я сейчас напишу и отправлю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok